МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Маленькой Соне Лялиной собрали всю необходимую сумму на лечение. Девочка поедет в Израиль. И трое сделали шаг. Школьники из Ноябрьска побывали в Увате и прыгнули с парашютом. Число заболевших коронавирусом в Ноябрьске достигло 600 человек. 188 из них уже здоровы. Такие данные приводит оперштаб. Только за сутки в городе выявили еще 18 новых случаев. Ноябрьска на втором месте по суточному приросту. На первом Таркасале там инфекцию за день подтвердили у 25 жителей. Сейчас в больницах региона 666 пациентов. 11 из них на поддержке аппарата ИВЛ. С начала пандемии больница Ноябрьска приняла более 1200 пациентов с диагнозом COVID-19 и вне больничной пневмонии. Об этом Ноябрьска-24 сообщил главный врач медучреждения Олег Шалаев. 125 пациентов оказались в реанимации в очень тяжелом состоянии. Это и ямальцы, и выхтовики из Якутии, и жители других регионов страны. Из них 108 выздоровели. Двум десяткам пациентов с зараженных COVID-19. Медики провели сложные операции на сердце и сосудах. Врачам удалось принять роды у 10 женщин, больных коронавирусом. Ни в одном случае новорожденные не заразились от мам. Маленькая жительница Ноябрьска, 4-летняя Соня Лялина, готовится к поездке в Израиль. Сегодня утром благотворительный фонд Алеша объявила завершение сборов на лечение девочки. Больше 7 миллионов рублей понадобится Соне на операцию и реабилитацию в клинике Ихилов. Там ей планируют удалить трахеостому. И смотря на сложную ПИТ-обстановку в мире, девочки разрешили въехать в Израиль. Там ей предстоит пробыть около 4 месяцев. Сразу после операции начнется длительная реабилитация. Еще в четверг семье не хватало почти полмиллиона до нужной суммы. За 4 дня удалось собрать эти деньги. Мы в клинике, там где будет проводиться эта вся операция, это Ихилов в Израиле. Мы заключаем с ними контракт, конвертируем и переводим всю сумму на счет клиники. И там уже ждут ребенка, делают все манипуляции, все операции. Клиника перед нами, перед родителями. Перед нами как перед плательщиками. Они полностью отчитываются за выполненные манипуляции. И мы уже надеемся, что у Сонечки будет все хорошо. Сейчас помощь в сборе денег нужна Зилия Шафагатова. И терапевт из Вангопоровского пытается победить лейкоз. Диагноз 36-летней женщине маме двоих малышей поставили в декабре прошлого года. Позади уже 4 курса химиотерапии. Сейчас Зилия находится в Москве, в центре гематологии. Врачи настаивают на скорейшей трансплантации костного мозга. На саму операцию потребуется 334 тысячи рублей. Плюс средства будут необходимы для оплаты проезда, проживания и сдачи необходимых анализов донора. Двоих подходящих нашли в российском регистре. Сбор денег идет на сайте фонда борьбы с лейкемией. На данный момент там уже есть 184 тысячи. Деньги переводит и супругу. Номер телефона мужа Зилия Дениса Лисенкова на экране. Он привязан к картам Сбербанка и Газпромбанка. Супруг женщины сейчас тоже в Москве. Он рассказал, что помимо проблем со здоровьем, Зиле тяжело дается разлука с сыновьями. Их она не видела с начала болезни. За деток она просто плачет. Бабушка как бы ее мама скидывает видео. Сейчас вот она находится на поддерживающей терапии. И вот все-таки стараемся сейчас вот дождаться донора. Громадное просто спасибо людям, что даже вот позвонили, спрашивали. Все сообщения пишут, смски. Всем, кому мог, я отвечал. Как бы очень благодарил. Превышение скорости, опасный обгон, усталость и сон за рулем. Вот основные причины, по которым на трассах вблизи Ноябрьска случаются аварии. Пытаясь успеть в пункт назначения, некоторые водители так и не возвращаются домой. Как контролируют состояние автолюбителей сотрудники ГИБДД и что показывают такие проверки, расскажет Екатерина Бруцкая. Устал, потерял внимательность, уснул, выехал навстречку. Цепочка событий проста. Последствия вплоть до трагических. Из дальних поездок домой возвращаются не все. Одни получают травму и попадают в больницу, другие теряют свободу. Для некоторых здесь заканчивается жизнь. Со смертельными исходами за весь прошлый год имело место только одно ДТП. В текущем году таких дорожно-транспортных происшествий на трассе произошло четыре. Можно сказать, что каждое третье ДТП, произошедшее на трассе, унесло человеческую жизнь. Только в июле три аварии на трассе Сургут-Салехард закончились смертельным исходом. Две из них случились с большегрузами. Предотвратить трагедии стараются сотрудники ДПС. Летом на трассах больше патрулей. Работают круглосуточно, пресекают нарушения и проверяют, отдыхают ли водители в пути. Мною при заступлении на службу, это было два дня назад, был выявлен один факт такой. То есть за смену за 12 часов был один выявленный факт. За неделю было выявлено три. Три факта с нарушением именно режима труда и отдыха водителями. Отдыхал ли водитель в дороге, покажет тахограф. За секунды можно получить распечатку всего пути. Здесь и остановки, и скорость. Отдыхаем как? На светофорах обычно стоим минут 15, бывает, сейчас дороги делают. Ну, это считается, что уже отдых 15-20 минут. Водитель должен отдохнуть. Это морально устает. Потому что вы один, например, я на автобусе работаю, тут за мной, за спиной сидит 50 человек. Ну, за каждым надо следить, кто именно делал, кто масло делал. Короче, ну, морально устаете. Инспекторы говорят, режим отдыха чаще игнорируют водители из других регионов. Тех, кто его нарушил, штрафуют. Административное наказание получают как водители, так и их руководители. А если в машине нет тахографа, накажут еще и юридическое лицо. Свои коррективы внесла и пандемия. Валерий Комаров говорит, рейсов стало меньше, проверок больше. Помимо прочего, проверяют маски и антисептики. В свою очередь, водители контролируют пассажиров. Соответственно, они только садятся на них сразу, чтобы маски были, чтобы справки были, чтобы, будем говорить, чтобы мы от них отгораживались вообще первое время. Сидели только два водителя, они там у нас спрятаны были. В городе и на дорогах вблизи Ноябрьска в этом году произошло 33 аварии. За это время 40 человек получили травмы. Погибли пятеро. У четверых из них прервалась жизнь именно на трассе. Екатерина Бруцкая, Александр Паханов, Ноябрьск, 24. Продлен срок уведомлений работников о переходе на электронную трудовую книжку. Если раньше работодателю это нужно было сделать до конца июня, то теперь до конца октября. Решение принято из-за вынужденно удаленной работы многих компаний. Способ уведомления при этом сохраняется. Следует оповестить каждого работника в письменной форме о праве выбора формы трудовой книжки. Заявление о переходе исключительно на электронные документы или о сохранении бумажной версии работник должен подать до конца года. Электронная книжка формируется у всех с января месяца. Это обязательно. Если работника определяется в сторону только электронного вида, вносится запись в трудовую книжку, трудовая книжка выдается на руки работнику. И уже работодатель за ее введение и сохранность ответственность не несет. То есть работникам, всем, кто определился, выбрал вариант электронной книжки, им нужно сохранять книжку, потому что записи до 2020 года, они в электронный формат переводиться не будут. То есть единственный документ, подтверждающий периоды работы, это будет трудовая книжка. В Рощино провели дезинфекцию. Работу в эти выходные выполнили сотрудники МЧС России. Цель – минимизировать риски распространения коронавируса. Обработку аэропорта проводили с помощью ранцевых установок пожаротушения, безопасными для человека хлорсодержащими веществами. Препарат распылили на все поверхности, во всех помещениях, где бывают пассажиры. Это уже не первая обработка воздушной гавани. Дезинфекцию проводят и на железнодорожных вокзалах Тюмени, Лутровская, Ишима и Заводоковска. В эксплуатацию введено подземное газовое хранилище на западно-мясояхском лицензионном участке. Проект реализуется по уникальной схеме. Попутный нефтяной газ закачивается в неразработанные газовые пласты западно-мясояхского участка с уже разрабатываемого соседнего месторождения восточно-мясояхского. Для реализации проекта построены необходимые объекты инфраструктуры. Их строительство велось с 2018 года. Уровень эффективного использования ПНГ в компании составляет 95%. Благодаря применению инновационных подходов к утилизации попутного газа мы достигнем целевого показателя и на мясояхской группе месторождений. Еще один школьник из Ноябрьска получил 100 баллов на ЕГЭ. Выпускник школы номер 12 Иван Сабинин сдал экзамен по истории с максимальным результатом. Он, как и еще 400-бальника Ноябрьска, получит премию губернатора в 100 тысяч рублей. Аналогичные выплаты положены и педагогам, которые подготовили отличников. В департаменте образования оценили результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. Несмотря на дистанционное окончание учебного года и такую же подготовку к испытаниям, старшеклассники написали экзамены лучше, чем в прошлом году. На 8% увеличилась доля высокобальных работ, также потянулся средний балл. Ноябрьские школьники могут принять участие во всероссийском проекте «Билеты в будущее». Он ориентирован на профориентацию учащихся 6-11 классов. Записаться на онлайн-пробу можно на платформе проекта. Профессиями узнать расписание мероприятий. В 2020 году на Ямале практические занятия пройдут на 8 площадках. Это образовательные учреждения Салихарда, Муравленко, Губкинского, Надыма, Таркас-Алену, Уренгое и Ноябрьска. Очные мероприятия будут проводиться по 17 компетенциям. Среди них лабораторно-медицинский анализ, электромонтаж, сетевое и системное администрирование и поварское дело. Сразу несколько подростков из Ноябрьска впервые прыгнули с парашютом. Видео они поделились в соцсетях. На специальную базу под Уватом отправились пять человек. Все они члены военно-патриотического клуба «Ермак». Трое решились на прыжок. Прыгали как в тандеме, так и самостоятельно. Те, что решились на одиночный прыжок, делали это с высоты 900 метров. Тандемы выпускались с 2500 метров. Накануне в стране отметили день военно-морского флота. Парады прошли во многих городах. Один из самых ярких уже по традиции в Севастополе. Здесь в параде участвовали 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров Черноморского флота. Праздник посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Вместе с другими официальными гостями он почтил память героев, которые обороняли город в Великую Отечественную войну. А затем побывал в Севастопольской бухте на десантном корабле «Ямал». Там служат наши призывники. Часть из них рассказали, что после срочной службы хотят остаться на корабле уже на условиях контрактной службы. Корабль почти 20 лет под опекой округа. Его постоянно модернизируют, и условия проживания становятся комфортнее. Сейчас в четырех подшефных Ямалу воинских частях служат 45 матросов. Их количество планируют увеличить минимум вдвое. Крупнейший забег по горам Ямала перенесли на год из-за пандемии. Ультрамарафон «Трансурал» должен был пройти в середине августа. Планировались забеги по долине рек Сопь и Янгаю, по перевалам под ныржу горы «Динозавр», «Нефритовому ущелью» и «Леднику романтиков». Заявки на участие подали 60 человек. Большая часть из них – ямальцы, но есть и спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и других городов России. Билеты авиакомпании «Ямал» они смогут вернуть и без потерь. Оплаченные слоты автоматически переносят на август следующего года. Также свою заявку можно отдать другому, либо посетить другие забеги по Уралу за счет уже оплаченного. Есть еще несколько вариантов. Если все-таки не получается, мы возвращаем все затраты безапелляционно, автоматически. Мы все затраты на проживание питания еще возвращаем. И еще одну опцию мы сделали – это возврат 50% участников сноса, 50% деньгами. В округе запустили интерактивную площадку, на которой отмечены предприятия агропромышленного комплекса. Все они обозначены специальными значками – рыбная отрасль, оленеводство, заготовка мяса и не только. Расположение контакта и, словом, вся информация, включая то, где купить товар, теперь доступна в один клик. Карту буду дополнять и дорабатывать. Это своеобразная презентационная карта предприятия агропромышленного комплекса «ЕНАУ». Она позволит всем категориям потребителей, как розничным, так и оптовым, увидеть тех, кто производит продукцию сельского хозяйства. И самое главное – увидеть те места и магазины, где эта продукция реализуется. В дальнейшем мы планируем развивать данный сервис. Возможно, он будет преображен в другом формате, но основная его цель останется прежней. На Ямале появился первый офис Уральского банка реконструкции и развития. Открылся он в ноябрьске. Здесь можно получить консультации специалистов по любому финансовому вопросу, открыть вклад, оформить кредиты и не только. Подробности далее. На Ямале появился первый офис Уральского банка реконструкции и развития. Открылся он в ноябрьске. Получить консультацию специалиста, а также выбрать нужный банковский продукт, можно по адресу советская 48. Офис работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 19 часов. В субботу с 10 до 16.00. Для удобства клиентов офис работает без перерывов. Уральский банк реконструкции и развития представляет широкий спектр банковских услуг. В нашем офисе можно получить профессиональную консультацию по любому финансовому вопросу. Открыть вклад или накопительный счет, получить кредит, оформить кредитную или дебетовую карту, а также провести валютно-обменные операции. Мы практикуем индивидуальный подход. Опытные специалисты помогут подобрать продукт из линейки банка, который удовлетворит потребности конкретного клиента. На сегодня Уральский банк реконструкции и развития считается одним из крупнейших универсальных банков страны. В этом году Убрир отмечает 30-летие. За время работы он не раз был признан значимой кредитной организацией на рынке платежных услуг. Убрир входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка по данным на 1 апреля 2020 года. У нас выгодные и конкурентные продукты на рынке. К примеру, минимальная ставка по кредитам на сегодняшний день одна из самых низких и составляет 6,5% годовых. А для клиентов, которые приумножают свои сбережения, мы предлагаем накопительный счет, процентную ставку по которому можно увеличить всего лишь активно, пользуясь картами Убрир. Раньше в Ноябрьске работал офис Вузбанка, который входит в банковскую группу Убрир. Это послужило потенциалом для открытия отделения, которое позволит клиентам банковской группы получить доступ к более широкому спектру услуг и возможностей, в том числе к дистанционным каналам обслуживания. Уральский банк реконструкции и развития – высокотехнологичный банк. Мы активно развиваем дистанционные каналы оказания услуг. В интернет-банке и мобильном приложении наши клиенты могут решить любые финансовые задачи, не приходя в офис, оформить кредит, открыть вклад, оплатить товары, услуги или перевести денежные средства. Также на сегодняшний день в условиях пандемии мы активно развиваем услуги доставки. Для этого достаточно оформить заявку на сайте нашего банка, и наши специалисты доставят банковский продукт на дом. Убрир ждет жителей Ноябрьска в новом офисе по адресу Советская, 48.